Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 28 апреля. Как всегда, пройдемся по всем знакам зодиака и вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых овнов. Шестерка. Шестерка мечей. Здесь какая-то поездка, движение вперед, какой-то прогресс в делах может произойти, что-то сдвинется наконец-то с места, но это движение вперед, это к лучшему, это к лучшим возможностям. Здесь вот какие-то события уже развиваются в более позитивном направлении. Может быть, были какие-то ситуации, где не было движения, где не было какого-то прогресса, где были постоянные эмоциональные качели, где вы не знали, как поступить или чем заняться, или что делать. И вот здесь вот наконец-то, может быть, вы приняли здравое решение. Это когда выйти из отношений, которые не устраивают, например, или уйти из нелюбимой работы, потому что там напрягают коллеги или ваш руководитель. Вот здесь вот человек уже хватается за какие-то хорошие возможности, принимает смелое решение, и кто-то вам в этом еще будет помогать, поддерживать. Это может быть переехать, например, жить в другой город из-за каких-то возможностей, либо, может быть, принять предложение в плане карьеры. Вот здесь вот наконец-то движение вперед, к лучшей жизни, к стабильной жизни. Вот что-то начинает уже улучшаться в вашей жизни, когда вы отплываете от какого-то негатива и плывете к позитивной жизни. Четверка жезлов. Это такое, знаете, хорошее настроение, радость, счастье. Это дом, это семейная обстановка. Это, может быть, вы едете домой, это, может быть, вы приобретаете недвижимость, либо вы едете куда-то, отправляетесь в путешествие вместе с вашей семьей. Вот здесь вот могут быть какие-то известия, новости, касающиеся вашей семьи, недвижимости, места жительства. Человек здесь стремился, что-то пытался делать, дисциплинировал, вкладывался в свою энергию куда-то, и, наконец-то, он достигает, получает хорошие известия, новости, касающиеся недвижимости, либо семьи. Что-то будете праздновать и отмечать, ваши достижения, ваш успех, собираться вместе с семьей и проводить хорошее время. Либо вас кто-то будет приглашать, например, на свадьбу, на день рождения, на какое-то мероприятие. Здесь будет повод, что отметят, чему порадоваться. Также, если кто-то, может быть, пытался приобрести недвижимость, вот здесь вот может быть покупка недвижимости, и вы будете звать гостей на новоселье. В плане отношений это твердые, стабильные, прочные отношения, когда отношения переходят на другой уровень. Может быть, вы женитесь, может быть, это венчание, это предложение руки и сердца, это обручение. Вот здесь вот какой-то такой вот повод, где вы можете что-то отметить. Может быть, это, знаете, годовщина свадьбы, допустим, ваша, и здесь вы будете отмечать это. Близнецы. Верховная жрица. То, что было скрытым, неясным, непонятным, либо кто-то что-то недоговаривал вам, здесь можете вы о чем-то узнать, что-то сплывет наружу. Здесь, может быть, человек, который находился рядом с вами, он не все вам рассказывал. И вот здесь вот были какие-то моменты, которые он скрывал со своей жизни от вас. И здесь вот можете узнать, чей это секрет, либо вы кому-то доверились, и кто-то раскроет ваш секрет. Также здесь интуиция будет очень сильно развита, и здесь стоит прислушаться к своему внутреннему голосу. Еще несколько вариантов. Здесь, может быть, вы будете обращаться кому-то за мудрым советом, и такой человек вам будет помогать разобраться в какой-то ситуации и помочь принять какое-то решение. Это также духовный рост. Это когда вы растете, развиваетесь, когда вы осознаете, в каком направлении вы хотите двигаться дальше. Здесь вы, может быть, будете делать это с помощью эзотерики. Например, пойдете на консультацию к астрологу, к торологу и так далее. И здесь, может быть, вы, наконец-то, осознаете, какое ваше направление. Или, может быть, вы начнете увлекаться своими эзотериками, начнете обучаться этим навыкам. Либо, может быть, вы уже этим занимаетесь, и здесь будете консультировать своих клиентов и давать кому-то какие-то рекомендации. Это также плодородие. Это, может быть, прибыль какая-то, какой-то ответ. Что-то будете в этой день получать. Для кого актуально, это еще могут быть новости о беременности. Рак. Тройка. Тройка чаш. Известие новости, которые вас могут обрадовать. Особенно это касается тех, кто ждет каких-то новостей, связанные с вашими какими-то делами, которыми вы занимаетесь на данный момент. Также вы будете собираться, может быть, с подругами, с друзьями. Давно не было времени на них. И, наконец-то, здесь соберетесь в какой-то хорошей компании. Что-то будете праздновать, отмечать, веселиться. Здесь будет, знаете, такая энергетика. Энергетика радости и счастья. Когда просто захотите поделиться эмоциями, впечатлениями. Куда-то сходить в хорошее место. Это, может быть, в бар. Это, может быть, еще какие-то места, где что-то вам будет нравиться. Обстановка, атмосфера, что-то будет вдохновлять. Ну, где вы будете под каким-то таким впечатлением. Но в то же время это прекрасное общение с друзьями и с подругами. Также они могут прийти к вам в гости, либо вы пойдете к ним в гости. Но смысл в том, что здесь будет повод чему порадоваться, что отметить и вообще провести хорошее время. Если вы в моменте ожидания новостей либо чего-то, то они придут очень хорошими и позитивными. И вот эти новости вас могут даже обрадовать. Для кого актуальны это могут быть темы, связанные с беременностью, с рождением ребенка, пополнением в семье. Это может касаться вас лично, либо кого-то в вашем окружении. Например, вашей подруги, либо кого-то из близких родственников. Десятка пентаклей. Это завершение, это куллиминация, когда что-то заканчивается. Здесь получается какой-то успех, удача, везение, когда здесь это исполнение желания, реализация цели. Это что-то может касаться семьи, места жительства, недвижимости или какого-то проекта. Также это хорошие финансовые инвестиции, вложения, это финансовая прибыль, это получение какой-то суммы денег. Либо если вы занимались какими-то делами, и наконец-то что-то здесь могло разрешиться, закончиться. Но это закончится с успехом, и здесь вы можете получить хорошие ответы, которые вас могут обрадовать, и вы останетесь, конечно же, здесь довольными. Это может быть еще и семейный бизнес, который растет, развивается и приносит вам хорошие доходы. Траты на семью, для детей, для дома тоже вполне вероятно. Вот здесь, знаете, это провести еще время в семье, в семейной обстановке. Это когда вместе с семьей порадоваться чему-то, что-то отметить, отметить свои какие-то успехи, достижения. Это может быть успехи вашего бизнеса, семейные успехи, либо, может быть, реализации ваших каких-то желаний и целей. Очень такая вот карта, и вот здесь вот фундамент, который вы заложили, это будет надолго. Дева. Туз. Туз, чаш. Тузы в раскладе всегда символизируют новые начинания и новые возможности. Здесь появится возможность начать что-то. Это может быть новая работа, новый проект, обучение. Это какое-то предложение. Вот здесь вот что-то вас будет радовать, вдохновлять, нравиться. Это какие-то потрясающие, хорошие известия. Это как быть на седьмом небе от счастья, от чего-то. Вот здесь эмоции просто будут литься через край. Что-то вас будет радовать. Может быть, вы всегда ждали какого-то предложения, либо вы ждали какой-то помощи, поддержки. И здесь она поступит. Кто-то протянет вам руку помощи или сделает какое-то предложение очень хорошее. Например, это может быть предложение руки и сердца, если это касается отношений. Либо это может быть работы, проекта, что-то связанное с вашей карьерой. Или это что-то связанное с творчеством, с обучением. Может быть, еще здесь знакомства новые, начаться новый роман, новые отношения. Это новости о беременности также могут быть. Для кого актуальна эта тема? Вообще, это такая карта, карта эмоций. И эти эмоции такие, знаете, радостные, счастливые. Вот здесь вот, знаете, то, что вы будете начинать, это будет приносить вам хорошие результаты. Хорошие результаты, хорошие достижения. Это даст вам наполненность. Может быть, вы всегда хотели, стремились к этому. И наконец-то появляется такая возможность. Карта умеренная, старший аркан. Здесь вот именно стабильность, гармония, баланс какой-то. Здесь не нужно суетиться, не нужно торопиться. Здесь всему свое время. Эта карта сулит о том, что здесь нужно просто научиться потерпеть, подождать, не спешить, не пытаться опережать каких-либо событий. Если вы даже будете опережать события, быстрого результата все равно вы здесь не получите. Поэтому здесь просто нужно довериться вселенной, успокоиться и что-то, может быть, сбалансировать в вашей жизни. Например, питание, ограничить себя от сладкого, например. Либо, может быть, в отношении какой-то баланс. Либо между работой и домом баланс нужно будет найти. Может быть, вы много работаете. Ну, подобные какие-то ситуации. У каждого, конечно же, разные ситуации. Но смысл в том, что здесь что-то, может быть, придется балансировать. Вообще здесь такой вот гармоничный, стабильный, спокойный, уравновешенный день. Без каких-либо переживаний, суеты, когда просто вы будете чувствовать себя очень гармоничными. Скрипион. Восьмерка. Восьмерка жезлов. Если была стагнация, не было каких-то результатов, ответов, сдвигов в каких-то ваших делах, наконец-то здесь что-то начнет развиваться в очень быстром темпе. Это скоростная и быстрая карта. Будете получать какие-то потрясающие, позитивные результаты. Здесь вы какими-то новостями, результатами точно останетесь довольными. Потому что здесь это может быть посылка, новости, известия, какая-то поездка куда-то. Это может быть командировка. Вот что-то начнет быстро, резко меняться в каком-то быстром темпе. И, конечно же, здесь нужно будет подстраиваться под такую ситуацию. Вы должны будете быть очень активными и также принимать какие-то решения, коммуницировать, общаться, ездить, подписывать что-то, может быть. Перед вами открываются какие-то возможности даже, предложения. Также еще здесь, когда вы наконец-то начнете видеть ростки своих действий, когда вы вкладывались и трудились во что-то, пускали свою энергию, и был такой вот момент ожидания, стагнация или вообще непонятная ситуация, получится ли что-то. Конечно же, да, здесь вы начнете уже видеть потрясающие, позитивные результаты. События будут вас радовать и быстро что-то будет происходить. Даже если вы задумаете просто на день начать что-то делать, то, чем будете заниматься, это будет складываться очень хорошо, быстро и легко. И будет давать хорошие результаты. Стрелец. Туз. Туз Пентакли. Тузы в раскладе всегда символизируют новые начинания и новые возможности. Здесь у нас финансовая энергетика, поэтому новые предложения, новая работа, новый проект, который начнет давать вам финансовые доходы. Это финансовые какие-то, может быть, предложения, темы инвестиций, это, может быть, получение денег, это кто-то протянет вам руку помощи, кто-то даст нужную сумму денег на что-то, если вы ждете, конечно же, денюжки. Это может быть оформление кредита, это может быть оформление кредита, суды на покупку недвижимости, на покупку чего-то серьезного и ценного и важного для вас. Это может быть вложение в свой собственный бизнес, свое собственное дело, которое будет расти, развиваться и давать хорошие доходы. Здесь есть возможность увеличить ваш капитал. Здесь есть возможность, может быть, подработать, заняться каким-то совершенно новым делом, который начнет приносить вам хорошие доходы. Для кого-то это может быть приобретение недвижимости, траты для дома, для семьи, для уюта и для комфорта. Или, может быть, вы тратитесь на то, что очень хотите. Но у каждого разные, конечно же, свои ценности. Поэтому здесь, может быть, еще какое-то выгодное предложение поступить вам. Здесь есть возможность, может быть, начать зарабатывать лучше и больше. Козерог. Тройка. Тройка жезлов. Здесь человек принял какое-то решение, и здесь он уже стремится в будущее. Потому что здесь, знаете, вряд ли кто-либо вас может отговорить. Это может быть что-то касается с поездками, с путешествиями, с переездами, с обучением. Вот здесь вот движение вперед. Это какие-то известия новости, касающиеся ваших дел. Это может быть маркетинг. Это купли-продажи. Это какая-то торговля. Это может быть куда-то ездить, на какие-то переговоры, договариваться. Видеть уже какие-то результаты своих действий. И у такого человека имеется четкий план действий. И, конечно же, он строго соблюдает свой план. И уже начинает видеть какие-то достижения, какие-то результаты. Но вот всего лишь чуть-чуть осталось для того, чтобы получить окончательный какой-то ответ, либо результат. Это может быть кто-то отправляется в путешествие в этот день, либо едет куда-то, и вы будете в дороге. Может быть вы поедете в совершенно новое место, и здесь нужно будет соблюдать какой-то новый маршрут. Либо здесь выполнять что-то по инструкции. Ну, как я уже говорила, здесь еще могут быть внезапные известия, сообщения. И здесь это вас может подтолкнуть к каким-то действиям. Или вы смело можете потом принять какое-то решение быстро. Отправиться в какой-то путь. Что-то у вас здесь вас смотивирует, подтолкнет. И вообще день такой вот будет, когда вы будете активными, когда вы будете позитивными, и когда вы будете просто действовать. Водолей. Паш. Паш, чаш. Паши в раскладе всегда символизируют известия, новости, либо какие-то новые начинания и новые возможности. Вот здесь вот может быть творческий проект, творческие начинания, креативные идеи, какие-то предложения, встречи, знакомства, общения с кем-то. Кто-то новый входит в вашу жизнь. Это может быть также появилось какое-то желание. И вы начнете тут же что-то для этого делать. Либо может быть кто-то предложит вам что-то. Для кого актуально это могут быть новости о беременности. Также здесь вот нужно будет проявить свою любовь, заботу по отношению к детям, к близким людям или к старым людям. Потому что паши это также одно из указаний на старых людей в нашей жизни. Может быть бабушка с дедушкой. Может быть о них нужно в этот день будет позаботиться. Или провести с ними время. Или, например, решать какие-то вопросы, связанные с вашими детками. Также здесь может появиться какое-то совершенно новое хобби. Здесь вот есть желание какое-то. Что-то вам будет очень нравиться. Будет вас вдохновлять. Захотите делать что-то. И как-никак это чаша этой эмоции. Может быть новости, известия можете получить. И это вызовет эмоции. Либо при общении с кем-то. Может быть дадут какие-то такие впечатления и эмоции. Это может быть какой-то разговор с каким-то человеком. А с кем вы будете, например, общаться по душам. Рассказывать что-то. Это может быть совершенно незнакомый человек, допустим. И вам будет комфортно с таким человеком общаться. Рыбы. Восьмерка. Восьмерка мечей. Ограничения, переживания, страхи, волнения, нерешительность. Когда вы, знаете, не умеете решиться на что-то. Потому что есть страхи внутренние, блоки. Вы боитесь чего-то. Это когда вы настраиваете себя на негатив. Это негативное мышление. Здесь, может быть, не все так плохо, как вы считаете. Здесь, может быть, вы сами себя ограничиваете или препятствуете себе. Я, наверное, вот так бы сказала. Это еще, может быть, ваше окружение не позволяет вам двигаться дальше. Или настраивает вас на какой-то негатив. Или пытается вас отговорить от каких-то действий или решений. Например, вы очень чего-то хотите, а кто-то в вашем окружении пытается вас убедить, что у вас этого не получится или вам не стоит двигаться в том направлении. Здесь не нужно слушать свое негативное окружение. Здесь нужно прислушаться к своему внутреннему голосу, чего именно вы хотите. Ваши ноги здесь не связаны. Если вам что-то не нравится или не устраивает там, где вы находитесь, здесь вы можете это спокойно поменять. Самое главное решиться на это. И перемены будут. Здесь, может быть, при разговоре с кем-то или при общении с кем-то вы немножечко либо боитесь, либо переживаете, либо не уверены, как человек среагирует на то, что вы ему ответите. Потому что здесь человеку явно некомфортно, явно уже что-то не устраивает. Может быть, вы сами вынуждены находиться в какой-то ситуации ради чего-то, ради кого-то на данный момент. Вот здесь вот немножечко какое-то волнение, может быть, внутреннее. Какое-то переживание, какие-то страхи. Когда вы боитесь высказать свое мнение. Когда вы боитесь сказать что-то кому-то. Потому что, может быть, человек, с кем вы общаетесь, он тиран. Он начинает тиранить или начинает кричать или начинает давить. И поэтому вы как бы загоняете себя в угол. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Я вам желаю удачи, успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok